Привет, друзья. Вышел на пробежку, прошел 100 метров, пошел дождь. Вернулся, надел непромокаемую куртку. Снова вышел, прошел 100 метров, понял, что у меня промокаемые кроссовки и трикотажные штаны. И вернулся, надел все, гортекс, снова вышел, иду, у меня все хорошо. Дождь закончился. Главное, не сдаваться. Увидимся в студии. Назову только несколько собраний, где находятся работы моего гостя. Коллекция Министерства культуры Российской Федерации, Государственный русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Национальный музей современного искусства имени Жоржа Помпиду, Национальный музей Сингапура и так далее. Александр, привет. Привет. Очень рад видеть тебя, наконец, в нашей студии. Стоима. Спасибо. Ты много где оставил следов на планете. В Национальном канале, в Антарктиде, в долине Луары. Ну, в общем, я только их не оставил. Сейчас Каир. Что там будет? Ну, даже не Каир. Это как бы важно, что это Гиза и плата пирамид. Ну, и, конечно, проект сам по себе удивительный. Он как бы и пришел ко мне каким-то удивительным путем, каким-то образом. Как-то какие-то мои хорошие знакомые мне позвонили и сказали, Саша, а не хочешь ли сделать что-то в районе великих пирамид? Нет. Но я не найду ни одного художника, который бы не согласился бы. Конечно, я сказал, сначала я сказал, конечно, хочу, в том начало разобираться, что это такое. Скажи, призыв. Кто-то позвонил и сказал, вот есть ли такая страна Египет, там есть пирамиды, не хочешь ли что-нибудь сделать? Или более конкретно? Нет, нет, более конкретно, что первый раз за всю историю существования пирамид, ну, за 4000 лет, деятели современного искусства в Египте получили разрешение и поддержку ЮНЕСКО и определенных организаций в Египте для того, чтобы сделать на территории плата, рядом с пирамидами, установить, провести фестиваль и соорудить несколько инсталляций художественных объектов. То есть ты один из какой-то команды, не команды, вернее, а один из участников. По-моему, 10 человек где-то, я как бы русский участник, то есть я русский участник, они не называют это биеннале, а называют фестивалем, там достаточно такие непростые условия, а сам понимаешь, возле пирамид, в принципе, что-то такое, как бы, проходное, и что-то, как бы, это должно быть соразмерно этому пространству. У тебя же там что-то есть, можешь показать? Ну, я покажу, да, 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 я бы, я бы просто хотел бы, я бы просто хотел бы рассказать, все-таки сначала, прежде чем показывать о каком-то, о каком-то, то есть о какой-то идее моей. Я, конечно, сразу начал думать, а где же там корабли? Ты же морской. Ты же морской, конечно, это меня будоражит. Ну, и, конечно, самый старый корабль, самое старое плавсредство, зафиксированное на Земле, находится как раз в этом комплексе пирамид Гизы. В смысле, найденная... Найденная лодка, солнечная лодка Ра. Сама конструкция вообще и этой лодки, и египетских плавсредств, она удивительная. И, конечно, я сразу начал думать в эту сторону, и потом я вспомнил бесконечные движения Бога Ра, который и сегодня у нас так замечательно появился на нашем московском небе, и как бы с этим призывом Бога Ра и его команды, которые движутся сначала с востока на запад, а потом по подземному царству с запада на восток, я и провел все пространство, как бы проектирование этого объекта. И, конечно, я подумал о бесконечность нашей жизни и об океане. Ведь Нил, по сути дела, для египтян, это не была река, это был океан, как замкнутая река, как замкнутая петля, которая отделяет, как бы, космос от хаоса, по сути дела. Сейчас подходишь к змее? Ну, конечно, что-то от чего-то. И на борту Бога Ра, главный защитник, главное торпедное оружие, главные баллистические ракеты, это был змей Мехен, который, соответственно, от всех врагов и защищал Бога и его, как бы, экипаж. И вот этот змей, кусающий свой хвост и символизирующий первооснову океан Нун, из которого и все боги, и все люди родились, и этот символ потом переселился в Древнюю Грецию, стал урборосом. И поэтому я взял вот эти, изучив конструкции двух лодок, они удивительные, я взял, как бы, эти лодки, замкнул в одну петлю, между ними расположил то, что у нас на море называется склянками. Склянки — это песочные часы, которые отбивают время, судовое время, жизнь. Склянки мои в форме пирамид, на фоне пирамид. И этот здоровый механизм, на котором летит вот этот бог Ра, он переворачивается при помощи силы простого человека. Это большая конструкция, около 20 метров, там, 5 тонн веса там. И тоненькая струйка времени и жизни пересыпается из одной пирамиды в другую. И так бесконечно. И я, и мои партнеры, замечательные ребята, которые занимаются передовыми технологиями здесь по производству керамики, такие, как бы, стоящие на границе лабораторных исследований новых материалов, мы встретились с ними, это «Сюрфас-арт-галерей». И, кроме всего, я встретил замечательного парня, египтолога, молодого. Вот это, как бы, такой замечательный человек Максим Лебедев, который занимается раскопками в Египте, в экспедиции, очень известной, старой экспедиции Института Востоковедения. И он нам предоставил материалы за 10 лет раскопок в некрополях древнего Египта на платы Гизы. И в этих раскопках есть материалы, расшифрованные, я научился даже шрифт древнеегипетский читать, о конкретных людях, которые там 3 и больше тысяч лет назад жили. Тогда они как бы материализуются, и память об этом человеке тоже материализуется. И, в общем, мы материализовали эту память, дешифровали эти тексты, компоновали несколько текстов на большом панно, которое стоит в основании вот этой машины. Это такая конструкция, металлическая конструкция, которая около пяти тонн веса. Подходит человек, он вращает эту самую равновешенную петлю робороса. Эти лодки, как бы скелет лодок, да, сделан абсолютно точно по чертежам солнечных лодок Ра. Это такая висящая конструкция, между которой прозрачные, значит, пирамиды, да, пирамиды-часы. И вот здесь сыпется вот этот песок, тоненькая строчка. Песок, кстати, собрали, песок там фантастический, собрали на самой высоте бархана, такой тонкий абсолютно песок, как золото. Метров 10 где-то это панно, метров 5 высота. Это уже есть? Это строится, да. Строится. Ну, как бы уже достраивается. Скажи, ты сказал слово фестиваль, то есть это будет публика такой, оффлайн? Да, 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 да. И для меня, как для художника, это, конечно, большое счастье. Кроме всего, я, если ты помнишь, я делал с музеем Лур, как бы проекты, и всплывал на подводной лодке там возле Лура. Я понимаю, что все перечислять это у нас. Да, да, да. Ну, просто к тому, что сейчас все-таки наличие вот таких каких-то современных, актуальных тенденций рядом с классическим, даже египетские пирамиды в принципе приоткрылись для нашего вот такого соленого брата. Спасибо тебе большое. Поздравляю, во-первых, с грандиозной работой. Ты, это такой порыв морского свежего воздуха. Я даже чувствую соль, по-моему, на губах. Давай, давай. Спасибо тебе. В следующем году хочу в Арктику повезти народ. Приглашаю. Принято. На землю, только что я возвратился с земли Франции. Ну, ты приезжай, пожалуйста, и рассказывай, что происходит в твоей жизни. С удовольствием. Ты рождеешь. Я очень хочу, чтобы это было не последний. Ты такой собеседник чудесный, поэтому... Ну и... А ты рисуй больше, у тебя вот получается как-то. Во всех языках есть местоимение «я». Есть оно и в латинском. Звучит как «эго». Слово ведь хорошее. Оно обозначает нас самих и все, что с нами связано, и нам дорого. Так почему же производное от него слово «эгоизм» мы считаем ругательным? Лена, здравствуйте. Здравствуйте. А эгоистом всегда считалось быть плохо. А вот как сейчас обстоят дела с точки зрения психологической науки современности? Знаете, меня тоже всегда удивляет, почему слово «эгоизм» с одной стороны оно поругаемо, то есть этим словом обзываются, скажем так, да? А с другой стороны, вот ровно пополам, наверное, все это делится, кричат люди научить любить себя. И как только понимаешь, что эгоизм это и есть любить себя, то встает масса вопросов, чего же мы все-таки хотим, как мы жить-то хотим. Вот где я, где мое это самое «я» в этой жизни присутствует. Вот эгоизм, на мой взгляд, был поругаемым, ну, в силу разных социально-экономических и прочих-прочих событий, которые происходили, собственно говоря, во всем мире. А вот сейчас наступило такое затишье, когда люди, наконец-то, у них появилась возможность заглянуть в себя и задумываться о каких-то смыслах. А это уже порождает совершенно иные действия по отношению к себе и к другому человеку. И поэтому эгоизм теперь вот востребован, востребован. И меня это радует, честно говоря. А можем вот чуть-чуть с другой стороны посмотреть, потому что обратная сторона эгоизма – это, наверное, альтруизм. Ну, или одна из обратных. Ну, когда я живу для других, делаю для других, а себя ставлю в конец списка, что-то в этом роде. Беру меньший кусок, худший там помидор и прочее. А не если это тоже эгоизм? В том смысле, что ведь если человек что-то делает, как правило, он хочет это делать. И он хочет быть альтруистом. Он хочет делать для других. То есть он, как бы, тоже для себя же делает. Как я рада, что у нас с вами мысли совпадают. Я называю альтруизм, ну, я сейчас в рамках программы не буду говорить, как я его называю, но я считаю, что это одна из самых высоких степеней эгоизма. Крещендо такое вот. Эгоизм – это альтруизм. То есть когда я так наслаждаюсь, что всё людям – ничего себе, я себе при жизни такой памятник ваяю вот прям на глазах изумлённой публики, и рву рубашку на груди, я не верю. Я не верю, я не имею в виду, только я хотела бы здесь оговориться, исключить тех людей, которые работают и помогают другим людям, вот в хосписах, волонтёры и так далее. Ну, интересно, что и они говорят об альтруизме. Они не говорят об альтруизме, я ни разу, по крайней мере, не слышала. А говорят о том очень важном для них деле, где они тоже получают удовольствие, потому что востребованы очень честно к этому относятся. Мне думается, и я это проверяла-то ещё раз, что из позиции эгоизма, вот исходя из этой позиции, добрых дел делается значительно больше. И доброты в этом тоже больше. Есть честность. Если я понимаю, что всё, что я делаю, я делаю для себя, я хочу жить в мире, где все улыбаются, все довольны, у людей хорошее настроение, уровень жизни, они могут себя обеспечить, им есть чему радоваться, я хочу жить в таком мире. Я не хочу жить в злом мире. И отсюда вытекает моя позиция, что если у кого-то тучки набежали, то если меня попросят, я не побегу причинять добро, но если ко мне обратиться, я с радостью это сделаю, вернусь обратно на свою позицию, но меня это освобождает от ожидания благодарности, от мерения, кто кому больше сделал, от того, чтобы испытывать какие-то чувства, что мне не додали. И я не играю в кредитную организацию, потому что очень часто бывает так, что я сегодня сделаю добро, может быть, мне будет плохо, и мне помогут. Но это кредитование какого-то своего будущего состояния. Сейчас часто можно услышать фразу, что в основном людей вашего цеха о том, что люди, которые обладают высокой самооценкой, которые любят себя в первую очередь, как правило, намного больше вокруг себя распространяют добра и добра творят, чем те люди, которые, наоборот, как бы, ну, хорошо, заявляют о том, что они себя считают, не знаю, да, а вот все остальные, для всех остальных, они готовы жить, отдавать всего себя. Что по факту оказывается, что результат вот прямо противоположный. В общем-то, когда кто-то громко о чем-то кричит, мне кажется, всегда результат противоположный. Я всегда обращаю внимание, если очень ярко декларируется какая-то такая вот мощная позиция, особенно если она социально очень одобряема, да, и она не вызывает сомнений, то мне всегда хочется задать ряд вопросов по этому поводу. А что касается эгоизма, то если я не люблю себя, во-первых, каким местом я буду любить другого, да, если я не понимаю, как этот процесс вообще происходит. Если я не ценю себя, то я никогда не смогу достойно оценить другого человека. Но здесь еще один важный секрет. Это предельная честность с собой. Очень сложная штука. Вы, как психолог, знаете, точно будет, чем я. Да, но это, в общем-то, очень такая хорошая цель, к чему можно стремиться внутри себя. И если я отдаю себе отчет, что все добро, ну, какое-то, может быть, я его делаю, я надеюсь, да, но что-то, вот что я делаю, я делаю для себя лично, то это настолько высокая степень свободы, вот восприятие других людей, собственных поступков и поступков других людей. Я также надеюсь, что и другой человек это делает для себя. Если он даже в мой адрес что-то делает. И таким образом это дает очень хороший и способ общения, и легкость, и, ну, совсем другую атмосферу жизни. Мне так думают. А вообще есть ли проблемы? Я подумал, знаете, разыграть с вами такую напоследок сценку. Представьте, давайте, вот вы кем хотите быть, эгоистом или альтруистом сейчас, вот за этим столом? Ну, эгоистом, наверное. А я альтруист. У нас с вами два яблока. Одно большое, другое маленькое. Вы эгоист. Вы какое яблоко берете? А у них порода одинаковая? Да, потому что одно большое, другое, ну, да. А может быть, одно вкуснее, вам кажется? Вы знаете, я возьму большое. Правильно. Правильно сделаете? А я альтруист. Я бы вам большое отдал, взял себе маленькое. В общем, все... Вот и мы договорились. Да, и все договорились. Да, и мы договорились. Нет проблем вообще, на самом-то деле. Но я не знаю, что вы при этом будете думать. Я-то буду довольна. Яблоко большое. Альтруистка, ну, если я вот это маленькое червивое яблоко, но я буду альтруистом до конца. Да, да, сквозь слезы. Потому что это правильно, так меня мучила мама, учительница и КПСС. Мало того, вы себе еще скажете, я хороший. А я себе что скажу? Ну, что-нибудь скажу. Плохой, но яблочко вкусный вопрос. Яблочко вкусный вопрос. Нет. Лена, спасибо вам большое. Спасибо. Можно рассуждать на тему загадочной русской души и твердить, что умом Россию не понять, у нее свой путь и так далее и тому подобное. А можно серьезно работать над созданием нового русского стиля. Пока что в архитектуре. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. А можно ли стиль придумать, изобрести, вот что называется, лаборатории? Наверное, возможно. Возможно синтезировать или там взять из уже имеющейся. Но мы решили все-таки не брать имеющейся, а попытаться поднять свои корни. Подумали, как, собственно говоря, может выглядеть русская архитектура, истинно русская архитектура, но уже в современной ключе. Потому что мы знаем, как выглядит современная японская архитектура, современная там европейская, даже можем различать голландскую, немецкую архитектуру. Американская архитектура выглядит современной, как современная американская архитектура. А вот русская архитектура, современная, выглядит как интернациональный стиль. Ну да, как японская, американская, голландская и так дальше. Да, да, да. Все сразу. И нам эта тема не очень понравилась. И мы целой группой, на самом деле, архитекторов и дизайнеров собрались в одном интересном месте на корабле. И там в течение недели мы пытались найти, собственно говоря, тезисы, что такое русский стиль в дизайне и архитектуре. Это было очень непросто. Мы все время срывались в соседние страны, а нам было интересно получить вот это вот само зерно. И постепенно мы пришли к тому, что есть некая система, по которой мы можем определить, насколько архитектура или там дизайн русская. Вот интересно просто, какими вы пользовались, вернее, какой линейкой и каким мерилом вы пользовались в нащупывании и что звучало на этом корабле. Ну, я могу предположить, могу пофантазировать, что там могло быть. Ну, не знаю, там Покрова на Нерли, конструктивизм, а-ля Рюс, вот что, что русское. Ну, Хохлама там, да, например, еще. То есть вот всякое. Да, Лубок. И мы пытались из этого, собственно говоря, найти вот ту золотую грань, которая исторически считается русской архитектурой. Когда мы брали там мировой опыт, и его очень классно, очень ярко и очень характерно представляли в России. То есть когда зодчи, там, архитекторы строили истинно русские здания, но тем не менее они как бы угадывались, по ним угадывалось, что они там могут принадлежать каким-то европейским технологиям. Русские зодчи учились у, там, скажем, у итальянцев. Итальянцы проектировали здесь и приносили свой опыт. Но тем не менее, что интересно, что в России есть определенный характер, некая удаль в таких вот архитектурных решениях, некая такая даже абсурдность иногда. Мы даже можем сказать, что есть такое понятие колобковость. Это вот то, чего нету, например, в других странах. То есть такой как бы непонятный ментальный стиль. Ну вот помимо этой невероятно важной для народного хозяйства работы, которую вы проделали, но вы, я насколько знаю, занимаетесь еще и реальным строительством и реальным конструированием. И уже есть осуществленное или в процессе осуществление проекта. Или бумажное. Ну, скажем так, зайдем с другого конца. Это большой парк недалеко от Москвы. Всего 400 километров. Все-таки это на машине, это очень близко. Это громнейший парк, который называется Кудыкина гора. А там, понимаете, там очень большая территория. И, собственно говоря, вот территория. Все, что ты хочешь, то и делай. Вот лучшее для архитектора представить невозможно. Ну, какое-то ТЗ небольшое хотя бы было. Да. То есть хотели. ТЗ достаточно серьезное. Может быть, оно даже коротко может сформулировать. Чтобы парк стал удобным и чтобы найти его идентичность. И самое главное, к чему мы перешли после длительного анализа, это что самое ценное в этой территории, это ее, собственно говоря, открытый пустой ландшафт. Ничего больше делать особо не нужно. Нужно сделать просто такой маршрут, который обходил весь этот ландшафт по контуру парка. Видел все его классные повороты, изменения рельефа. А скажите, это рендер пока, да? Нет, это уже фотография. Это уже реально. Это фотография. Да, фотография. Вот это самое верхнее, самое высокое здание, это, собственно говоря, лобби. И оно как бы визуально, оно самое большое. То есть его ни с чем не спутаешь. Это вот следующий объем. И понимаете, в чем логика этого здания? В том, что оно тоже русское. Потому что его строил как будто мужик такой, ну, с такой удалью и не за один раз. То есть оно все сколочено из разных объемов. Оно все сбито из доски. И вот, знаете, вот когда вот ты склад пристраиваешь к амбару, а там у тебя есть горница еще где-то, там оказывается жилье, там лобас на ножках. То есть и ты вот можешь выстроить. Потом отелилась эта буренка, надо еще пристроить, потому что телята, ну, как бы постепенно надо развивать. И вот это как бы аналог мышления русского человека, что вот мы строим одно, потом построим еще что-то. Мы сразу визуализировали в таком подходе. Вот. И в этом, собственно говоря, и есть архитектурная суть. При всей любви к чистому искусству, все-таки функционально, что это такое? Функционально, ну, как центр бестиплиния... Ну, я вижу, это общественное питание. Да, да, да. То есть здесь большая часть функции – это питание. Потому что люди возвращаются в это здание, чтобы погреться иногда. Или просто, кстати, летом наоборот остыть, потому что там с климатом все в порядке внутри здания. И перекусить, поесть, перевести дух, там, послушать лекцию, я не знаю, там, пообщаться, идти дальше, да, исследовать. Потому что, на самом деле, маршрут большой. Это где-то там пять километров в круг. На самом деле, не любой осилит это пешком. То есть надо что-то, куда он вернется, или то, с чего начнет маршрут. Вот, собственно говоря, первым зданием стал вот этот комплекс. Вы сказали, что это первое здание. То есть, значит, есть какая-то очередь еще дальше? Да, да, да. Мы совместно с хозяевами, мы не можем без них, мы не можем их отсоединить от этой работы. То есть, в данном случае, когда у заказчиков есть вкус, мышление, опыт и некая харизма, с ними очень легко и интересно работать. И вот получаются такие результаты. Поэтому мы, конечно, держимся за них и продолжаем, собственно говоря, рассуждать с ними. То есть мы уже не можем диктовать. Мы вот сделаем здесь вот конюшню. Они говорят, вы знаете, конюшни хорошо, но сейчас коням и так хорошо. Мы тогда им начинаем предлагать. Они такие говорят, слушайте, а давайте мы сделаем, например, больше гостевых домиков. Мы такие, так интересно, действительно. Вы так зашли, с такой стороны. То есть хорошо, когда есть такой диалог, есть компромисс. Потому что, конечно же, такие сложные объекты, такие крупные объекты, без диалога, с, я не знаю, с хозяевами, с хозяевами. Ну, заказчиками, это двигатель, ну как, это же топливо. Наверное, половина успеха, это, собственно говоря, вкус заказчика. Вот ничего не поделаешь. Кирилл, очень убедительно, очень здорово. Спасибо вам большое. Предложите им ферму еще построить. Если там много бывает людей, будет интересно посмотреть, как курица растет. Многие не видели барана в жизни только в магазине. Ну, кстати, хорошая идея. Да-да-да, так, я просто закинул. Спасибо вам большое, успехов. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok